...честноватого, слепого, и не уцелил его, так что слепой и немой стал и заварить, и смотреть. Событие реальное, но оно имеет смысл, значение до сегодняшних дней. Сколько сегодня людей слепых? Сколько глухих? Физически, нравственно, духовно. А почему нет исцеления? Люди едут и ищут исцеления у мощей, посещают монастыри, крестные охоты, мироточивые иконы, и чего только нет. А вот здесь написано, что ничего этого не было. А был один Иисус. И привели к Иисусу. Я ничего не толкую. Что Иисус разве перестал быть, каким Он был? Для чего Павел сказал такие слова в послании к евреям? Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И как тогда к Нему приводили, так и сейчас надо приводить. Не толкать людей к другому направлению, а на Христа. Все, что не ко Христу, это только против. Это все человеческое. Это люди придумали. Ты что не назови? Храма, едут на поклонение, перевожение велиги, ризы, при обретении 2-й и 3-й главы, ничего этого нет в Евангелии. В Евангелии одно. Человек неисценно болен, и мало того, он бесноватый. Вот такого человека сейчас, если показать врачам, самым лучшим врачам, ни один окулист не возьмется лечить его, но он с детства больной. Таких людей, когда видишь, появляется жалость, а еще бесноватый. Он падает и не понимает, где падает. Ни один человек в мире сегодня даже, при таком высоком уровне медицинского обслуживания, ни в одной стране мира не возьмется такого лечить. А здесь просто подвели. Я поставил вопрос, а кто подводит? Я простым путем иду. Я хочу достигнуть того же результата, как тогда. Таких людей многое это осознаетесь, вы все. Если не осознаете, значит вы против Писания пойдете. Теперь вопрос стоит, кто подведет? Кто поведет, кто знает, куда вести? Кто не толкнет в вашем направлении? А вот ты сделай это-то, вот столько-то вокруг, и начинает человека гонять. А человек верит. Ему говорят, ползком ползи, он ползет. Сделай пешком путешествие в Иерусалим, сделай, потому что нужда великая. А в Киев, допустим, все дороги в Киев идут, язык до Киева доведет. А исцеления-то духовного не было, не предвидится и не будет. Салмопевец Давид 42-3 говорит так. Пошли в свет твой и истину твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Вот куда надо вести. А что люди слепые, об этом говорится в Евангелии от Иоанна 9-40. Люди спросили, с глазами, с ушами ко Христу подошли, да что, мы слепы? И вы знаете, какой ответ. Они-то этим хотели показать, что они не попадают в то, что Христос говорит, слепые, обратитесь к все люди. Он говорит, Христос прямо говорит, о зрение, а Янг на то, что зрение это разум. Ума нет в темноте, человек живет. Ты просил Бога ума. Ума и совести, дай Бог дитя, да дай Бог и ума ему. А если этого нет, то ничего нет, лучше бы этому дитю на свете не появляться. И поэтому светильник на вершине, это разум, он на вершине, тело стоит прямо на самой вершине, вертикально. И он светит. И доведи меня, Господи, в обители твои. В третьей книге Езры 2.21 Говорит там о молитве. Слепого приведи к видению света моего. Вот куда. Ни в одном месте мы нигде не находим, чтобы Христос сказал, чтобы мы ходили на похлонения умерших. Чтобы какие-то там искали святыни, камушки разбирали, приносили, воды почерпнули, маслом. У меня это все есть. У меня с Иерусалима есть, бутыльки. И они так и стоят запечатанные, я к ним не обращаюсь. У меня есть мир от мироточнилой иверской иконой Божьей Матери. Я к ним прикладывался в Америке. Но я этим не пользуюсь. Один раз использовал, и все. А в основном я надеюсь на Бога. Бог остался один и тот же. Я не даю никому примера искать в ином направлении. А Иисус здесь, сейчас. Склонись перед Ним. Можешь даже и на колени не становиться. Можешь идти в дороге, сидеть за рулем машины и молиться Ему. Он всюду и везде. Итак, если ты видишь слепого, а слепой тот, кто не видит образа Христа, кто не знает истины, у кого совесть погасла, бессовестно поступает. Это слепой человек. Ты молись о Нем. Так, слепого приведи к видению Света Моего. Я этот Свет услышал. Я 42 года только это и пытаюсь людей привести к Свету Божьему. Чтобы люди поверили, что Свет идет из Библии. И это люди, которые делают, это хорошо делают. И Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Слову Божию, как к светильнику, сияющему в темном месте. А обратно, а если к светильнику Божию не идешь в Библию, то результат нехорошо делаешь. Тут и гадать не надо. А вот вопрос кто и приведет, кто сам знает. То есть кто-то вкладывает. Не так, что иди к нам, наша церковь хорошая. Я ни одному человеку этого не сказал, приходите к нам в общину, ни одному. И всем постоянно говорю, не делайте этого. Кроме позора, тот человек вас ничего не увидит. Да и мы опозоримся. Пусть он сам увидит. Сравнит. И может быть на том фоне, что нигде он не найдет, может быть у нас немножко что-то обрекет. Нам некуда звать. Если бы мы жили по-божески, тогда бы смело можно сказать, приходи, смотри. А если мы поступаем вопреки Слово Евангельского, как Заталут говорит, больше врагов Евангелия трудно найти, чем мы. Книга Левит, 13, 2. Говорит, если на человеке появилась опухоль, лишай, пятно, как бы язва проказа, то должно привести его к Аарону. То есть церковь, к священнику. На исповедь. Пусть человек исповедуется во грехе. Пусть познает истину, примет святое правильное крещение, и пусть причащается Таин Господень. Другого пути нет. И Господь, когда исцелял, говорит, идите, покажитесь священнику. Господь, но сила-то от Тебя, он не нарушитель закона. А зачем поплынуть уже? Да мы без них дорогу найдем. Вообще-то так. Но Богом установленное правило, законы, план составленный, он должен быть выполнен. А вопреки этому Богу это не надо. Богу не надо по-другому. Один человек однажды думал по-другому. А он подумал, что я лучше сделаю. Бог сказал, все, что ты захватишь в плен, предай и ничуть. А в Израиле приносит жертв. А он говорит, хороший дуко подставлю, барана подставлю, Богу я сумею угодить. И Бог говорит, не послушание такой же грех, как идолопоклонство. И непокорство, как волшебство. Ты сегодня потерял царство. Да я же для Бога, не для тебя. Ты Бога решил подправить. Если Бог сказал, тебе не надо ничего говорить, только да и аминь. К нам приезжал хороший знакомый батюшка, сейчас он в пути, отец Иоанн, молитесь о нем. Мы в последний день обошли все окрестностом, все заснял. Мы многих вопросов дорогой на самом деле беседовали. Он только постоянно спрашивал, даже об этих словах, как к вам эта мысль пришла? Как вы могли до этого додуматься? И он все поражало. Отец, никак. Я просто верю в Бога. Я с первого дня у Бога, в первой молитве, когда сломил колени, 27 сентября 1962 года, я сказал, Господи, у меня веры нет. Дай мне веру, чтобы каждому слову я верил. Мне не надо никаких научных выкладок. Я знаю, что вот здесь была вода примерно 5 километров над нами. Надо поточнее узнать, какого у нас уровня потеряете. Почему написано, самая высокая вершина на земле была покрыта на 15 локтей, то есть на 7,5 метров. Больше мне ничего не надо знать. Так написано. Не надо мудрить. А как из земли мог человек появиться? Понятия не имею. Бог сказал, все отмылось, появилось. Да как же и перебра можно женщину сделать? Да еще и хорошую, что полюбил ее. Не знаю. Ты должен сказать, да и ами. Я останавливался, поднимал руку, слушай, говорю, отец Иоанн, слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, все замерло. я начинал житья святых и вдруг обнаружил, что ангелы говорят библейскими изречениями. Почему? Они же все знают, могли бы просто отвечать. Нет, они цитируют Писание, глава, стих. Христос разговаривает с Татаной и говорит, написано, Господи, ты же сам начальник веры, ты самый автор Библии, ну скажи, что и снова ему хватит. Так написано. И Сатана знает силу Слова Божия. Он хочет, чтобы не приводили. И это делает через тех, кому приводим. Мы должны привезти к Аарону. А Аарон? А Аарон не толкай по мощам, по монастырям. А к Слову Божию привезти. Ибо откуда хрященника и за рта у хрященника ищет ведение закона написано, а не то, что тебе вложили в семинарии или бабушка тебе рассказала. Ведение закона ищут. И каждый священник, к которому мы приводим человека, не знающего истину, должен привезти его к ногам Христа. Через слово его. Левит. 19 глав, 9 стих. Привезти нужно к священнику. Лука, 18-40. И велел привезти, и он подошел к нему слепой и говорит, чего ты хочешь? Он говорит, прозреть. Значит, нужно осознать, то, что мы больны. Скажите, чего проще-то? Но это так трудно. Да я ученый, я знаю, я занимался, да я не первый год верующий. Нам дали детей нынче и говорят, я говорю, ребенок верующий, да, он ходил в воскресную школу. Другой, а ребенок верующий, я спрашиваю, знаю, что никакие. Да, он в школу воскресную ходил, даже на Клировке пел. Приехали дети, и совершенно неверующие. Спрашиваю, а чему же вы там учились? Он говорит, говорить не надо, они ничего не знают, совершенно мирские дети. Бойтесь этого, что ваши дети ходят в церковь. Это ничего не значит. Поступают ли они по совести? Даже люди, не знающие Евангелие, будут следимы по совести. По совести, чтобы они помнили, что они будут старые, они будут больные, чтобы они не за копейку бежали помогать, а в радости. Я делаю для Христа. Я делаю для Христа. Если я вам начну сейчас перечислять, что делали святые для Христа, вы не поверите. Они всю жизнь подпещали, ухаживая за больными. И ничего в ответ не получили. Они не получили никакого воздаяния здесь на земле. Были люди, которые обладали огромной вещенностью и все оставили, как Иероний Средонский. И жизнь посвятил изучению в оригинале Библии и перевел на вульгату. А какая награда ему? Никакая. Он живой скелет, живой мертвец называли его. Он в 35-й Клиемской пещере подыскивал смысл, значение слова и перевел его на вульгату. То, что у католиков сегодня самый распространенный перевод. Для Бога надо трудиться. Не искать никакой корысти. Корысть противна Богу. Я скажу корыстолюбскую для царствия Божия. Я делаю это для царствия Божия. А в глазах людей ты глупый человек делаешь и прибытка никакого нет. Вот нашли глупого, и на нем все едутся. запрягли его. А ты скажи для Господа. И все перешло на небо. Ныне пришло спасение. Иоанн 10-го глава 16-го Петербурга. Господь говорит, есть у меня и другие овцы и надвижит мне их привезти. Куда привезти? Вовчарник. Привезти. А как ты привезешь? А Господь все, что в мире делается, делает через нас. Нашими руками, нашими ногами, нашим языком. Он говорит, вы члены тела моего. Он глава церкви. Ты хочешь людей приводить? Проси у Бога милости. Бог даст тебе это. А кого приводить? В первую очередь нашли с семьи. В семье. Ты, может, увидишь там одно беснование, непослушание, хитрость, лукавство. Может быть, там давным-давно уже змеиный выводок поселился. Это надо глаза открыть, признать. Да, болезнь, да, разваленность. Господи, я прихожу с сокрушенным сердцем. Мы сидим на разваленность. Вы видите, признаки в детях такие, что вам в старости мало покажется утешение. Вы этот интеллект ребенка развили в таком направлении, что они вашим языком говорят, как вы судите священника, старшего. Они презрительно разговаривают. Вы пожнете горькие плоды, страшные плоды. если Бог позволит, завтра я вам буду говорить о совести еще один раз. Вижу, не пронял многих. На основании Слова Божия как раз тема такая. Молитесь, чтобы Бог дал мне мудрость и смелость сказать, а вам раскрыл уши. Сердце принять это. Иначе мы ни один не войдем в Царствие Божие. 1 Петра 3,18 Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал праведник за неправедник. Нам не надо умирать, нам надо подражать, чтобы кого-то привести, придется страдать. Много страдать. Потому что люди самообольщение своим думают. Вот мы живем своим гнездом, папа работает, у нас все есть. Бог в один день развеет, по ветру ничего не будет. Чтобы ваши дети узнали, что такое нужда. И они будут может быть в арабах, сын в день из Чечни на цепи прикованной. Поэтому сегодня уже скажи, Господи, покажи мне, за кем я могу ухаживать. Детей к этому приучите, чтобы они бежали на помощь. Книга Варуха 5,6 Привести их нужно к Тебе, Господи, к коксарских сыновей, когда люди обратятся к Богу. Я объясняю слово привести. Хрисон говорит, приведите ко мне этого слепого, глухого, немого, бесноватого. И он исцелит. Я только об одном говорю, кто приведет и как привести. Исцеление от меня не зависит, что он больной от меня не зависит, от меня только одно зависит, привести этого человека, рассказать ему. Вот он рассказал о Боге, вы приехали из Дальнего Казахстана сюда, из Дальнего Свердловска и получили обещанное. Кто привел, кто он рассказал, помните тех людей, хотя их здесь нет. До смертного часа вспоминайте, что они рассказали об истине вам здесь, что вы получили истинное крещение. Матфея 19, 13. Тогда приведенные к нему были дети. Христос вчера принимал детей и сегодня принимают. Дети, пришедшие ко Христу, творят чудо, единственное чудо, которое сатана не может сделать. Сатана все может делать, мироточение, в образе Божьей Матери, в образе Христа является, а он не может из уст детей создать хвалу. Не дано, этим посрамляется он. Какую великую миссию Бог положил на учителей, на священника, на проповедников. Учите детей чтобы они боялись Бога, что внезапно жизнь оборвется и где они окажутся. Но ребенок маленький, это ангел. А святые видели, ребенок шестилетний сквернословен. И внезапно заболел и открыли глаза. И он кричит, бесы тянут меня, за шею отца ухватился, но уже поздно. Ребенок шестилетний, он навсегда погибший. Дети любят обзываться. Вы разве этого не видите? Самое злое, что есть на земле, это дети сегодня. Это самое злое создание. И они даже над пророками смеются. Я не могу понять, что Елисея так словил. Он действительно был пришивый. Они больше не обзывали, никак не написано. А шли и кричали, пришивый, пришивый. Он обернулся и проклял их. И сразу же Бог послал из леса двух мегрититов. 42 мальчика растерзали. 42 трупа лежат. Да сегодня если бы такое случилось, все задеты были бы наполнены. Какая ужасная смерть. А за что? За язык, что дети были не обузданы родителями. Они не почитают старших, они не уважают право Бога. Они не слушают Слова Божия. Позаботятся о детей, иначе на них приготовлены не две медведицы на 42, а две на каждую, а может 42 медведицы на каждого ребенка будет. Матфея 21.2. Опять Господь говорит приведите ко мне осла и скажи я осел. А иго Господь это заповеди. Господи, я так хочу послужить тебе, как этот осел. Дай мне знать твои заповеди и с радостью их исполнять. Если ты где-то нарушил, содрогнись. Лука 19.21. Приведите сюда нищих, увечных, слепых, хромых. Еще место если убедите прийти. Это каждому. Мы посланники. Послан означает апостол. Называется апостоличность не рядом в этом миру. Апостоличность. Идите убедите. А как убедить? Ну в первую очередь расскажите о мухе вечной, о страхе Божьем, о любви Божьей. Говорят, ну это стандартный говорят фектанты. Фектанты говорят в данный момент вот где это все правильно говорят. Нам у них только поучиться надо. Я бы советовал каждому хотя бы несколько раз посетить баптийские собрания. Посмотреть как люди дружи живут. Конечно мы это все не узнаем. Надо в одно место куда-то как у нас в деревне. Тут только можно узнать. А в городе каждый в своей квартире. Лука 19.27. Христос говорит тех, которые не примут и все равно приведите ко мне. И как врагов избейте передо мною. Вы это людям говорите. Если вы сейчас не придете, все равно вас поведут. Поведут демоны. На цепях потащат вас, как говорит для панзоборных. Тогда уже не скажешь хочу, не хочу, могу, не могу посетить. Никто спрашивать тебя не будет. 1-й Песня Иисус 4.13. Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то умерших Бог приведет с ним. Приведет на десет. То есть мы пришли к Ахристу и идем дальше. Дальше он нас еще поведет. Старство свое. 2-й Тимофеев 4.11. Апостол Павел наказывает Марка возьми и переведи. Ибо он нужен мне для служения. Я задаю вопрос. Скажите, для какого служения? Камилавку принести, кадила раздывать. Для какого? Ни один священник мне не сказал, что он нужен архиерею одежду носить или жезру подавать. Все говорят для проповеди. Но если это так, то почему ты никому не пишешь-то? Архиерей собирается в поездку. Есть люди, знающие Писание. Да напиши в любой приход, скажи, пришлите мне проповедника, я сам что-то устал, пусть проповедует. Ах, на служение. Вот откуда слово служение. Служение слова. И тогда уши пробьет Слово Божие. Слово Божие является мазью. Купи у меня мазью, чтобы продра в глазах. И ты увидишь ромату на гостю твоей в Откровении так написано. И тогда ты увидишь, что надо восхиять Господу. Евреям 2.10. Что мы верим Иисуса, приводящего многих сынов в плаву. Нам обещаны великие обетования. Мы, наследники Царя Небесного, будем нести себя с достоинством. Слово приведите в Библии встречается 182 раз. Я вчера посмотрел, думаю, не упустил, еще сегодня решил посмотреть. Понимаете? 182 места Писания открыть и отсюда увидел. Бог повелевает приводить. Прямое повеление, повелительное наклонение с восхитательным знаком, приведите ко мне. Мы этот голос расслышали или нет? Приведи детей к Богу. А они уже не слушают взрослых, пока они живы, еще не окончательный приговор. Вот приехал, один тут строил, товарищ неверующий, а другой как приезжает, немного верующий, все книги купил, сам приобрел книги, читает, да и благодарит. Я даже не ожидал этого. Время идет, только молитесь. Бог силен это сделать, привести к познанию истины. Адия 1.11 говорит о том, как наши войска были уведены в плен. Если мы не познаем Господа, грозит пленение сыновей и армии ничто не поможет. Прямое повеление, придите 55 раз. Третий ездер 14.25 5 говорит, приди сюда, я вожгу в сердце в твоем святильник, говорит Господь. Ты хотел, чтобы у тебя в сердце горел святильник? Не надо идти на край земли, не надо платить деньги, путешествовать, встанись перед Богом, возьми Писание, помолись, скажи, Господи, вожги во мне святильник сердца, ты же обещал. Он говорит, только приди ко мне. А Господу прийти с окрушенным сердцем не оправдывайся. Вчера же день пропал. Мы вчера много раз Бога огорчали. А услышит ли Господь? Златовод сколько раз спал, сколько раз вставай. Он милосердно примет моление твое. Макфея 11, 28, придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас. И Даниила 16, 9. И вот Павел во сне увидел мужа македонианина, я думаю, что это во сне было, который сказал, приди к нам в Македонию и помоги нам. И он вопрос задает такой, сколько было видений святым, где монастырь основать, где икону найти, она обновится. Да разве Бог не вчера, сегодня и вовеке не тот же. У них только ого было видение, куда пойти, вопрос решался. Почему нам видений никому нет? Придите в корченое из-за свидетельства о Боге. Почему из-за вовеки никто к нам не приходит? Мы наверное не угодны, или Христос изменился. Бог нас зовет. Не просто собирается молочные продукты в город увезти, а это побочные, не главное. Господи, с кем я встречаюсь? Помоги мне им за свидетельствовать о Боге. Скажи, я на пустое место приехал, и Бог смотри, как меня обозатил. А животное домашнее это богатство, у Яхова ничего не было, у Авраама не было, и он был один из самых богатых, как его среди с Новгостока. Ты только держи больше. Не одну короленку. Деяние 28-23. Павел приводил свидетельство из Писания, удостоверяя. Мы еще научились даже приводить и людей только на приводитель места Писания. Православная это совершенно не знает. Сразу что, мы бактисты? Да, не бактисты. К нашему ужасу у нас правильный крестик. Бактист у нас один только батюшка, который крестик переводится. Правильный крестик. И 2 Петра 1.11. И Павел говорит, и по отшествии моем, я буду напоминать вам, я хочу сказать, и я вам буду напоминать через книги, когда они не будут, чтобы любили Господа, чтобы ваши родные, близкие, дети, все познали Бога, и глухые, и немые, и с кем вы с детьми уже поправиться не можете, они ведут себя как бесновация, чтобы все были здравы и нести Слово Господне для больных. Аминь.